Вертолет Ми-8АМ ТШВА Вертолет Ми-8АМ ТШВА На западном берегу Кольского залива компания «Новотек» развернет судостроительный проект. Российский инвестор уже зарегистрировал в Мурманском регионе дочернюю компанию и приступил к разработке проектно-сметной документации Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. К 2017 году компания планирует получить заключение госэкспертизы, в 2018 начать строительство платформ. К 2020 году в Мурманске должны построить три плавучих завода по сжижению природного газа мощностью 6,5 млн тонн каждый. Использовать новые платформы «Новотек» планирует для реализации собственных проектов в районе полуострова Ямал. Представители компании отмечают, значительная часть предприятий, которые будут задействованы для строительства, являются уникальными и никогда ранее не существовали в России. Впервые об этом судостроительном проекте, который должен стать важным фактором развития не только Мурманска, но и всего региона в целом, заговорили два года назад, когда инвесторы оценивали потенциал Кольской земли. В 2015 году на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Мурманской области Марина Ковтун и председатель правления открытого акционерного общества предприятия-инвестора Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве. Этим документом закрепили намерение создать центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, реализовать проект комплексное развитие Мурманского транспортного узла, развить портовую особую экономическую зону, снабдить регион с сжиженным природным газом. Депутаты Ямала приняли региональный закон об участии округа в проекте государственно-частного партнерства строительства и эксплуатации новой железнодорожной линии необщего пользования Баваненкова-Сабета. Магистраль свяжет многофункциональный морской порт Сабета с сухопутной частью транспортной системы России. Этот проект уже называют стратегическим, он станет основанием для принятия правительством региона, решения о проведении конкурса и заключении соглашения о реализации проекта по строительству новой железнодорожной ветки. Протяженность линии 169 километров, провозная способность магистрали 35 миллионов тонн, скорость движения 50 километров в час. Фактически это очередной шаг к реализации ключевого ямальского проекта «Северный широтный ход» и обеспечению выхода железной инфраструктуры к Северному морскому пути. Долгосрочные перспективы развития экономики региона связаны с добычей энергоресурсов и их поставкой на внутрироссийские и международные рынки. Железнодорожная ветка Баваненкова-Сабета позволит обеспечить стабильную круглогодичную транспортную связь и значительно снизить риски, связанные с использованием зимников, речных путей и морской доставки для обеспечения месторождений. Строительство будет идти за счет собственных и заемных средств частного партнера без софинансирования за счет окружного бюджета. Риски компенсации частному партнеру минимального гарантированного дохода должно принять на себя правительство и Малоненецкого автономного округа. По словам депутата Виктора Казарина, уже определен круг потенциальных инвесторов строительства новой железной дороги. В следующем году планируется организовать работу российской научной арктической дрейфующей станции «Северный полюс-2016». Об этом рассказал специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Челенгаров. Он отметил, что работа на дрейфующей станции «Северный полюс» – доказательство реального присутствия России в Арктике. «Мы не должны уходить», – добавил Артур Челенгаров. В этом году сезонная дрейфующая станция «Северный полюс-2015» была официально открыта 18 апреля. В ходе работы станции был проведен широкий комплекс метеорологических, аэрологических, океанологических и гляциологических наблюдений. Выполнены гидрохимические, гидробиологические и магнитометрические исследования, сообщает информагентство РИА Новости. В Китае вышел в свет первый в стране атлас арктической навигации. Издание содержит комплексные сведения и справочную информацию относительно навигации в Арктике. По словам замглавы Центра поддержки навигации в Северных морских акваториях, министра транспорта КНР, подготовку атласа организовал Тянь-Тзиньский центр морской геодезии и картографии. Атлас состоит из семи разделов, которые содержат систематизированные данные о физической и социально-экономической географии, арктической навигации, расположенных в Арктике портах, ресурсах вспомогательной навигации и поисково-спасательных службах, нормативно-правовой системе и международных организациях. Проект атласа арктической навигации призван ликвидировать недостаток информационных материалов по навигации в Арктике. Издание обладает большим значением для использования Китаем морских путей в этом регионе, развития полярных научных исследований и освоения Арктики. В рамках Международной научной конференции «Гусеобразные Северной Евразии. Изучение, сохранение и рациональное использование» столица Ямала-Ненецкого автономного округа пройдет семинар для охотников. Ученые прочитают охотникам лекции о путях миграции арктических гусей и казарок и дистанционном определении редких видов гусеобразных птиц. Также исследователи расскажут об опыте управления охотничьими ресурсами в других регионах России и за рубежом. Затронут проблему пересмотра сроков весенней и осенней охоты и норм добычи разных видов водоплавающих птиц. По словам научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, кандидата биологических наук Софии Розенфельд, ученые неоднократно поднимали вопрос о необходимости введения экзамена по охот-минимуму, который раньше обеспечивал наличие глубоких знаний, позволяющих охотникам отличить краснокнижные виды птиц от массовых. «Пока государство этого не сделало, мы по собственной инициативе организуем в регионах обучающие семинары, проводим анонимное анкетирование охотников для изучения объемов добычи, в том числе нелегального отстрела редких видов, привлекаем промысловиков к сотрудничеству по мониторингу численности и распределению водоплавающих птиц», отметила ученый. Подобный семинар на Эмали пройдет уже во второй раз. Организатором мероприятия стала рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии при поддержке правительства регионом. Международная конференция пройдет в Салихарде с 30 ноября по 6 декабря и подведет итог четырехлетнего мониторинга состояния популяции гусей, козарок, лебедей и уток на территории округа. В Архангельской области начнут производить инновационные технические средства реабилитации. Регион станет пилотной площадкой для реализации проекта, разработанного в Сколково, сообщает Пресс-служба областного правительства. В частности, это касается производства экзоскелета, который предназначен для вертикализации и ходьбы пациентов с нарушениями двигательной функции нижних конечностей. Благодаря ему люди получают возможность ходить по ровной и наклонной поверхности. Подниматься и спускаться по лестницам, садиться и вставать без посторонней помощи. Власти Архангельской области разрабатывают план создания на Соловках музея, посвященного академику Дмитрию Лихачеву. По словам губернатора региона Игоря Орлова, в настоящее время разрабатывается план по реализации этого проекта. Мы уже начинаем переговоры, начинаем формировать план открытия. Вокруг такого проекта должны объединиться многие заинтересованные люди. Такой проект точно будет запущен, он сейчас обсуждается, добавил губернатор. Он также отметил, что планируется развивать музей Иосифа Бродского, который открылся в деревне Норинское в апреле этого года. Бродский был отправлен в ссылку в Конушевский район Архангельской области по приговору Ленинградского суда по обвинению в тунеядстве. В ссылке он провел 18 месяцев, с марта 64 по сентябрь 65. В деревне он написал около 80 стихотворений. Дмитрий Лихачев – советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, академик Российской академии наук. На протяжении своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности. Лихачев был арестован 8 февраля 1928 года и осужден за контрреволюционную деятельность. До ноября 1931 года отбывал наказание в Соловецком лагере особого назначения. Во время отбывания наказания опубликовал в местной газете первую научную работу «Картежные игры уголовников». С 1929 года до перевода на материк работал сотрудником криминологического кабинета.